Костю Ленцевича в больницу привезли из Горловки. Отряд ополченцев Донецкой Народной Республики попал под прицельный огонь украинских силовиков. Снайперская пуля вошла в живот, задела внутренние органы и спинной мозг. Прогнозы врачей неутешительны. Не исключено, что Костя больше не сможет ходить. 27 октября получил ранение пулевое. Был бой. И мне удалили почку, селезенку, задела лёгко. До позиции надгвардейцев, говорят защитники ДНР, было не меньше полутора-двух километров. Винтовки с такой дальностью стрельбы на вооружении ВСУ никогда не числились. Понять, из какого конкретно оружия вели огонь, возможно, помогла бы пуля. Но её не обнаружили, прошла на вылет. Так что предположения у экспертов, конечно, разные. Но основная версия – снайпер работал из винтовки иностранного производства. У нас таких типов снайперских винтовок нет. Это очень дорогое оружие, снайперское вооружение калибром 12-14 мм и иностранного производства. Официально на юго-востоке Украины сейчас перемирие. Крупных боевых действий нет, соблюдаются минские соглашения. Но, по словам представителей Минобороны ДНР, за последние месяцы в местах локальных столкновений они всё чаще находят зарубежные автоматы и пулемёты, по большей части произведённых в Штатах. Но как такое возможно? В регионе работают наблюдатели ОБСЕ, да и вето Американского Конгресса на поставку летального оружия в Незалежную пока никто не отменял. Военные эксперты выяснили – Госдеп США нашёл лазейку, которая позволяет обойти все запреты. Берётся частная военная компания, которая заключает частный контракт с правительством этой страны. И через эту частную компанию поставляется оружие. Больше всего, эта частная компания американская может заключать контракт даже не с правительством, а с другой частной компанией из этой страны. И в райках чистый частный бизнес. Все частные военные компании США являются инструментом госструктуры. Впрочем, руководство США по-прежнему официально заявляет – оружие Киеву они не поставляют. Помощь оказывается, но только в виде старых бронежилетов, средств связи и сухпайков. Всеподобные заявления опровергают эти уникальные документы. Они не были предназначены для общего пользования. Но наглядно показывают, кто и в каких объёмах поставляет сегодня Украине оружие. Вот, например, письмо заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. В нём сообщается, что с американской компанией Barrett Firearms заключён контракт на поставку партии мощных винтовок для подразделений, участвующих в АТО. А этот документ уже на имя главы американской фирмы. Украинцы извиняются за задержку оплаты и просят поверить на слово. Мы ценим ваше терпение и понимание. И хотим заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ускорить выплаты. Судя по всему, американцы поверили. Вот кадры, сделанные в начале октября. На военном полигоне под Киевом министру МВД Украины Арсену Авакову и секретарю СНБО Александру Турчинову презентуют те самые снайперские винтовки. Дальность стрельбы 2 километра пробивает броню БТРа. В комплекте глушитель и прибор ночного видения. У вас одно изделие под любые задачи, но эти все конфигурации американцы сделали так, чтобы это была единая система. Согласно этим документам, военная продукция США поставляется на Украину через казенное научно-производственное объединение «Форд», входящее в структуру МВД. Возглавляет учреждение уже более 10 лет генерал-майор Виктор Писаренко. Его махинации уже становились предметом журналистских расследований. Однако Писаренко удалось пережить все иллюстрации, прежде всего благодаря личным связям с первыми лицами государства. Сработался он и с новым своим руководителем, министром Аваковым. Если это казенное предприятие, если в этом контракте, в работе этого предприятия заинтересованы председатели Совета безопасности Украины, министр внутренних дел, то даже если она вообще никаких прав не имела, ему всегда дут молниенос в течение одного дня. Это значение вообще никакого не имеет. Вопросы права тут вообще не стоят. Впрочем, 100 бронебойных винтовок – не единственная партия оружия из Америки. Параллельно с Барреттом руководство Форта вело переговоры и с другими частными компаниями. В частности, с фирмой Динкорп Интернешнл. Вот украинская сторона в лице замминистра внутренних дел Алексея Тахтая приглашает оружейников к сотрудничеству. На днях был получен ответ. Американцы дают согласие на партнерство и просят устроить им прием незалежней. А это еще один интересный документ. Директор Форта предлагает коллегам разбить контракт на две части. Это тоже часть схемы, позволяющей сторонам игнорировать законы. Система контроля американская такова, что до миллиона долларов, так сказать, нет необходимости регистрировать эти сделки в соответствующих контрольных органах и не получать разрешение соответствующей комиссии Конгресса. Понятно, что вот этих контрактов до миллиона, их может быть 100, 200, 500, какая разница? Но и это еще не все. На территории Украины американцы в ближайшее время собираются наладить патронный конвейер. Вот, например, сертификат на поставку 5 миллионов гильз, столько же капсулей и 36 тонн пороха. Все для патрона калибра 5,56, натовский стандарт. Такие патроны предназначены для стрельбы из известной американской винтовки М-16. Собирать боеприпасы будут тоже на американском оборудовании. Если цикл будет организован на территории Украины, то Украина выходит из-под контроля США. А их нужно держать на коротком поводке. Коротким поводком является то, что эта продукция по комплектующим импорта незаменима. Если верить официальным бумагам, то на каждый калибр патрона пока приобретено по одному станку. Немного. Впрочем, за несколько месяцев, говорят эксперты, можно неплохо подготовиться к очередному наступлению на Юго-Востоке. Летальное оружие нужно для того, чтобы воевать. Понятно, что когда речь идет о подобном производстве, это подобное производство разворачивается либо под большой заказ внешний, либо под возможную будущую военную кампанию. Единственная военная кампания на Украине, которая возможна, это новое обострение на Донбассе и срыв Минских соглашений. Собственно, к этому все и идет. Впрочем, делу перевооружения украинских силовиков могут помешать факторы, которые вряд ли сейчас учитывают американские спецы. Речь про непомерные аппетиты военно-политической верхушки Украины. Ведь попытки перестроить украинскую армию на западный стандарт уже были. Выделялись средства из бюджета, а новенькие автоматы и пулеметы так и оставались лишь на бумаге, в то время как деньги оседали в карманах чиновников и силовиков. Роман Игонин, Даниил Левин, Станислав Скрипник, Дмитрий Сальников, телекомпания НТВ.